Простота, но возвышенность образов Венецианова пленяют подобно ласковому веянию летнего ветерка с полей. И как не залюбоваться его крестьянками, такими земными, близкими и одновременно легкими и трепетными, как и те бабочки-крапивницы, что садятся им на руки. Эти бабочки перелетают у Венецианова с картины в картину, от одной девушки к другой, как символ красоты и хрупкости жизни. Картина «Крестьянка с бабочками» появилась в постоянной экспозиции Рязанского художественного музея, одной из первых. В экспозиции нашего музея представлено замечательное произведение Алексея Гавриловича Венецианова, которого по праву многие называют основателем бытового или крестьянского жанра русской живописи. И вы видите сейчас работу под названием «Крестьянка с бабочками». Многие наши зрители любят это произведение и часто приходят для того, чтобы полюбоваться им. В реальной Тверской жнице художник увидел образ высокого совершенства. Крестьянское бытие осмыслено им как основа национального идеала. Эта идея проходит сквозь все творчество мастера, отводя ему одно из значительнейших мест в искусстве эпохи. В конце сентября в Третьяковской галерее откроется персональная выставка Венецианова, куда приедут картины из разных музеев и коллекций. Для участия в этом масштабном проекте покинет Рязань и «Крестьянка с бабочками». Эта работа, ее можно считать одной из жемчужин коллекции Рязанского художественного музея. Посмотрите, какой удивительный колорит. Красные, желтые, белые, васильковые цвета, которые, наверное, напоминают нам праздники, поэзии, лети. Венецианов так определял характер своих работ. Никогда и ничего не изображать иначе, чем в натуре является, и писать без примеси манера какого-либо живописца. Один из самых авторитетных знатоков русского искусства Савва Ямщиков говорил о Венецианове. Это такой чистый мастер, которого можно сравнить только с иконописцами Древней Руси. Ученик Боровиковского, прекрасно владевший всеми достижениями европейской живописи. Мастер психологического портрета, тончайший интеллигент, близко знакомый с Карамзиным, Жуковским, Пушкиным, Гоголем. И вот именно ему было дано утвердить в русском искусстве народный живой идеал красоты. Так что жители нашего города счастливцы, ведь могут созерцать оригинальный шедевр «Кисти гения». И вечные бабочки Венецианова летят к нам сквозь века. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».